День кончины Настоятель храма во имя Покрова Пресвятой Богородицы села Покровское. Настоятель храм уснула и проснулась в жизнь вечную, перешла Матерь Божия из жизни земной в жизнь вечную в обители вечной, где нет ни болезни, ни печали, ни воздыхания, только лишь Боженная жизнь бесконечная. Сегодняшний день, как я говорю, хотелось бы посвятить Успению Божьей Матери. Недаром с древних времен Россия называлась и называется Домом Божьей Матери. Потому что в России просияло столько храмов, названных священную честь Божьей Матери, как ни в одних других церквах поместных церквей. По одним источникам данных по святым отцам, что Матерь Божья Хадла перешла в жизнь вечную, она пребывает на небесах. По другим данным святых отцов, что ее нет на небесах, так как она осталась, пребывает на земле, пребывает с теми людьми, кому тяжело, трудный час и кто нуждается в ее помощи и поддержке. А сам, если взять праздник Успения, начинается у нас с вами праздноваться с первых веков христианства, с самого дня памяти Успения Божьей Матери. Проживя небольшое количество времени, отрезок жизни, после смерти, воскресения, вознесения Сына Своего Господа нашего Иисуса Христа, сошествия Святого Духа, дня Святой Троицы. Матерь Божья имела обычай такой благочестивый, всегда приходить на то место, где произошли вот эти великие события, связанные с жизнью ее Сына Господа нашего и молилась там. Часто она приходила тогда к гробу Господню, еще не было храма, вот молилась там, выжигала фимиам, приносила курение Богу. И она всегда молилась своему Сыну Господу нашему. И однажды, когда она пришла в Иерусалим, помолиться, поклониться этим святым местам, ей было очередное благовещение. Явился Архангел Гавриил и возвестил ей о том, что ей пора, ну назову грубо, собираться, это в мир иной ее время пришло. И это вроде радостное событие, в то же время печальное событие, человек умирает, как мы говорим. Но радостное то, что она представляет пред Престолом Всевышнего, она может ходатайствовать за нас грешных. Там на небесах, как она в свое время говорила апостолам, от меня больше будет пользы, чем здесь на земле. И в знак того, что это свершится, успение, Архангел Гавриил ей преподносит пальмую ветвь, которая растет в раю. Вот эту райскую пальмую ветвь, возвещая о том, что это событие впоследствии будет великим событием, и это будет как торжество. И Божья Матерь возвращается к себе дом, приуготовляет свое ложе к успению. И когда все было готово, она молится в последний раз сыну своему Господу нашему Иисусу Христу и просит о том, чтобы Господь исполнил ее прошение, чтобы явились пред ней все апостолы. И Дух Святый исполняет волю Божьей Матери, он похищает всех апостолов с разных мест. А мы знаем, что апостолы все по жребию получили те или иные города, государства, куда они должны были идти, проповедовать веру Христову, утверждать ее. И вот с разных городов, государств, с разных концов земли, Святой Дух похищает апостолов и приводит их всех в одно место, к Дому Божьей Матери. Помимо 12 апостолов, Святой Дух похитил и других апостолов, от 70, чьих имена не все указаны в Священном Писании. Среди них был и Святой Священный Мученик Дионисий Реопагид. Это мой Святой Покровитель, чье имя я получил при Святом Крещении. И от него мы отталкиваемся, который был на Успении Божьей Матери, он был соучастником, он видел эту процессию, как все происходило. И он описывает в своих трудах, деяниях, как произошло, и откуда, и почему мы начали праздновать праздник Успения Божьей Матери. В траужном процессе настолько разделилось по протяженности, что это настолько было торжественно, что люди, священники, пришли в негодование, в зависть, в ярость. Они доложили об этом быстро первосвященнику, архиереям, которые благословили, значит, людей, чтобы они подошли и сбили апостолов, отобрали у них тело Божьей Матери и сожгли его, так как слава Божьей Матери уже при жизни разошлась по земле. Все ее почитали, как Матерь Божия, которую делал Марию, которая делала Господа нашего Иисуса Христа. И когда эти люди подошли к процессе, как мы знаем, Господь не бывает поругаем. Облако, которое все время шествовало над ними, закрыло апостолов. И солдаты, и люди не увидели ни апостолов, ни ложа Божьей Матери. Они только слышали пение апостольское, но ни апостолов, ни Божьей Матери ложа, никого они не увидели. А те, которые успели промелькнуть через это облако и увидев ложа Божьей Матери, Господь поразил слепотой. Среди них, мы знаем, на иконе Божьей Матери также изображено человек, стоящий на коленях, но без рук. Кисти рук находятся на гробе Божьей Матери. Это был священник Афония, который был направлен первосвященниками для того, чтобы осквернить тело, надругаться над Божьей Матерью. Он как-то вот успел промелькнуть сквозь это облако, он ухватился руками за гроб, хотел опрокинуть ее тело, но молния перед глазами сверкнула, явился архангел Михаил и отстек ему руки. Афония тут же, стоя на коленях со слезами, исповедовал Божью Матерь, исповедовал Господа, раскаялся, и мы знаем, что это торжество, праздник, вроде бы и печально, но в то же время радостно, как Пасха, мы говорим, вторая. Матерь Божия простила его, и она умолила Господа, и он исцелил его руки, кисти приросли обратно к его рукам. И он также прошествовал за апостолами в этой травмной процессе Гефсимании к погребению тела Божьей Матери. И вот, когда тело Божьей Матери было принесено к Гефсиманию, положено в пещеру, где лежали ее родители, Яким и Иоанна, и Иосиф, мимо муж земной обручник, апостолы три дня стояли возле гроба Божьей Матери, привален камень также был ко гробу, плакали, оплакивали, молились о Божьей Матери. Но по истечении трех дней, как бы, плоть нужно было подкрепить, апостолы вернулись домой, чтобы подкрепиться. И они увидели, как когда-то Господь Воскресший явился им, они также увидели, что сквозь крышу, кровлю, явилась Божья Матерь. И апостолы, увидев ее, стоящего в славе Божьей с ангелами, воскликнули, Пресвятая Богородица, спаси нас. Поэтому мы также на Руси празднуем знаковый праздник Божьей Матери, именуемый как покрова Пресвятой Богородица. В покрове Божьей Матери проставляются все праздники, все иконы Божьей Матери, которые есть. Покров – это как торжество Божьей Матери, она всегда пребывает с нами. Хоть и произошло празднование Успения Божьей Матери, она всегда пребывает с нами. И мы все люди в радости, в горе, в беде, всегда, когда нам трудно, мы всегда приходим, призываем кого Матерь Божью в помощь. Подходим, просим ее, кто детей, кто здоровья, кто защиты, кто оберегает, чтобы она оберегала воинов, детей их, в армии, на фронте, кто в путешествиях, кто во что, во всех нуждах. Мы всегда первонаперво прибегали и прибегаем, и будем прибегать к помощи Божьей Матери, ее заступничества и ее покровительстве. В праздновании происходит торжественная служба в эти дни. Например, в Греции Успение Божьей Матери – это государственный праздник, и все отдыхают в этот день, никто не работает. Служба сама Успения Божьей Матери составлена по службе Страстной Седмицы. И праздник Успения Божьей Матери у нас предшествует, подготавливает нас к этому великому событию, двухнедельный пост. Он строгий пост, приравнивается к великому посту. Рыбу у нас в этом посту разрешается вкушать только лишь один раз на праздник преображения Господня. Успение, как и Пасха, семейный праздник, за которым собирается вся семья, отмечает этот праздник, торжество, ходим друг к другу в гости. Особенно в этот день, ну, конечно, как и на Пасху, обычай такой, посещать больных, престарелых, помогать немощным, те же дома детские посетить, допустим, детишек навестить, какие-то подарки сделать, милостыню подать. Вот, все в этот день делается. Это мы тем самым прославляем Божью Матерь. И назидание нашему поколению, нашим детям, что мы делаем взрослые, видя дети, то же самое будут делать и они. На этом мы с вами прощаемся, дорогие телезрители, с наступившим вас праздником Успения Пресвятой Владычицы Нашей Богородицы Преснотела Марии. И пусть покров Божьей Матери пребывает над всеми нами, вами. Аминь. Субтитры подогнал «Симон»!